Пострадавшие предприятия из-за пандемии коронавируса получат зарплатные кредиты по 2% с возможностью погашения всей суммы за счет государства. Подробнее о форме поддержки предпринимателям расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача государственной поддержки бизнесу заключается в сохранении занятостей и заработных плат работников различных предприятий пострадавших. Как отметил глава государства Владимир Путин, эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест. Так, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства уже с 1 апреля начал выдавать беспроцентные кредиты на выплату заработной платы пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям. Данную поддержку могут рассчитывать те компании, которые включили на введение в реестр МСП, которые работают не менее одного года в этих отраслях. Все поступающие заявки банк рассматривают в течение одного рабочего дня. На сегодняшний день в КЧР уже выдано двум компаниям из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса. У банка нет абсолютно никаких условий и требований по этим видам кредитов. Наше главное условие и, скажем так, цель этой поддержки – это максимальное сохранение занятостей, чтобы наши клиенты не сокращали своих работников. Сами представители малого и среднего бизнеса отмечают, что такая мера является прекрасной поддержкой для сохранения рабочих мест и функциональности самого предприятия. Такую своевременную помощь получила гостиница «Гранд Кавказ». Здесь смогли сохранить рабочие места, выплатив заработную плату работникам. Кредит был получен своевременно, тем самым мы могли выполнить поставленные задачи. На сегодняшний день мы рассматриваем третий пакет мер по господдержке, а именно кредит по 2%, где предусмотрено погашение кредита государством с условием, что мы сохраняем численность сотрудников на весь период действия кредита. От своего имени и от имени всего руководства организации «Гранд Кавказ» хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, главе Карачаево-Черкесской республики Темрезову Рашиду Бориспевичу за оказанную помощь.